Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги работы за пять лет. В республике дан старт отчетной кампании партии. Единороссы держат ответ за то, что было запланировано в предвыборной программе и что удалось реализовать. Главный посыл кампании партия сказала, партия сделала. Сделано действительно много. За пять лет открыто 19 детских садов. Еще 9 сдадут до конца года. Возведено 7 школ и 2 строятся. Республика – лидер в организации горячего питания для учащихся начальных классов. Построены бассейны, сельские дома культуры, ФАПы. Реализуются проекты благоустройства. Все это делается в рамках региональных и федеральных программ. Когда мы подходили непосредственно к тому, как должны выглядеть эти территории, мы руководствовались тем, чтобы был комплексный подход. И вот в группах домах, например, были комплексные детско-игровые зоны установлены. В том числе для занятия таким вот дворовым спортом. Наша задача была подключиться, выделить необходимые средства на проектирование и сопроводить эти проекты уже до логического завершения. Партийцы отмечают, что каждый проект – это наказ избирателей, который депутаты получили еще 5 лет назад. И за каждое выполненное они отчитываются перед людьми. У каждого партийного проекта есть свой координатор, партиец, закрепленный. Как правило, это депутат Государственного совета Чувашской республики, либо депутат местного уровня. Есть общественный координатор, который закреплен. Каждый партийный проект направлен на реализацию тех или иных инициатив в связке с национальными проектами, региональными проектами, которые реализуются на территории Чувашской республики. Каждый партийный проект – это инициатива партии, которая реализуется на местах. Каждый партийный проект помогает общаться с гражданами, получать обратную связь. В республике открываются детские технопарки, обновляется материально-техническая база для занятий спортом, реализуются программы «Земский доктор» и школьный автобус. Давая старт отчетам – это очень важно. Мы берем на себя ответственность. Мы понимаем, что даже отчет каждого депутата, отдельно взятого, и то, о чем он говорит, все это переплетается в рамках единой нашей команды. То есть ничего. Поэтому наша сила в единстве, в нашей команде, в единой России. Да, сегодня было очень интересно тоже как-то восстановить в памяти все наказы избирателей, которые были даны пять лет назад. Эти вопросы мы слышим каждый день, очень часто. И многие из них без депутатов, без депутатов Государственной Думы, без федерального собрания, без депутатов Государственного Совета решить практически невозможно. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, многие проекты, входящие в прошлую предвыборную программу, будут продолжены и в будущем. Мы фактически подводим итоги, потому что из наших программ, из наших депутатских, неважно ты на какой должности находишься, при этом ты являешься партийцем, очень важно подвести итоги. И фактически сейчас понять, что сделано, что не сделано, и сформировать новую предвыборную программу на основе наказов наших избирателей. Наша задача сейчас проехать по районам, чтобы наши руководители фракции во всех городских и районных собраниях депутатов на уровне сельских поселений точно так же, чтобы отчитались и, конечно, точно так же собрали наказы. То есть мы сейчас подводим фактически итог предыдущему циклу, циклу, который завершается, и входим в новую уже предвыборную траекторию. Во время встреч в городах и районах республики будут собраны предложения, которые войдут в новую народную программу.